Сбир закроет офис в Абу-Даби и откроет филиал в Китае уже в следующем году. Для этого банк отправил огромный пакет документов в Поднебесную. В эфире «Экономика главная». С вами Наталья Храмова. Здравствуйте. Снижение цен на нефть – основная причина стремительного ослабления рубля. Об этом в интервью РБК заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Он отметил, что курс по-прежнему находится в том же диапазоне, который наблюдался с мая. На наш взгляд, плавающий курс рубля, плавающий курс любой национальной валюты – это как раз наиболее эффективный механизм, который позволяет экономике подстроиться под любые изменения в внешних условиях. Особенно изменения, которые носят такой длящийся характер. И, по сути, более крепкий курс рубля, он отчасти компенсирует рост логистических издержек для импортеров, для российских потребителей. И даже после движения этой недели и последних недель, курс по-прежнему крепче, чем он был год назад, как вы знаете. И это, собственно говоря, отражает тот факт, что основное ограничение, с которым сталкивается сейчас экономика – это ограничение по доступности импорта. И, соответственно, динамика курса в течение этого года, она, собственно говоря, и отражает то, что экономике требуется такой курс, который будет отчасти компенсировать вот эти импортные ограничения. У нас есть ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс не скасывал. Заботкин признал, что происходящее ослабление рубля вызовет рост цен. Напомню, падение российской валюты к доллару и евро началось в начале декабря и значительно ускорилось в середине месяца. На неделе с 19 числа, в первый после выходных день торгов на бирже, российская валюта прошла две критические отметки – в 65 и 67 рублей к доллару США. По мнению зрителей нашего ютуб-канала РБК Инвестиций, к концу года доллар будет стоить 70 рублей. За такой вариант проголосовало более 60% зрителей. Правда, есть и те, кто уверен, что у нас валюта упадет намного сильнее. 8% проголосовали за доллар по 120. Было введение подтолка цен на нефть и на газ, и после этого началось движение. Сначала складывалось впечатление, что это были ключевые причины. Но если посмотреть глубже, то также была низкая ликвидность. На бирже сейчас хранится ограниченное количество долларов и евро из-за возможных потенциальных санкций на НКЦ. Поэтому там было мало долларов и евро. И если проанализировать объем, то с 15-го числа пришел какой-то крупный покупатель на рынок. И навесил дополнительный объем где-то полмиллиарда-миллиард. И это был, наверное, ключевой фактор, который определил динамику курса. То есть кто-то пришел покупать. Я думаю, что это был какой-то крупный корпорат. Цена на нефть марки «Брент» с начала декабря снизилась почти в 90 долларов за баррель до примерно 84. «Юрлс» после введения санкций продается с дисконтом к «Брент» почти в 30 долларов. Напомню, с 5 декабря в отношении российской нефти действуют ограничения морских поставок и ценовой потолок в 60 долларов. Власти Турции назвали россиян лидерами среди иностранцев по покупке жилья. За 11 месяцев квартиры и дома приобрели порядка 14 тысяч граждан нашей страны. Это больше, чем иранцы и иракцы, которые заняли второе и третье места вместе взятые. На четвертой и пятой строчке граждане Германии и Казахстана. На них приходится примерно по 2500 сделок. По данным аналитиков международной брокерской компании «Проприетэженеральгрупп», у россиян в этом году популярностью также пользуется недвижимость в Арабских Эмиратах и Казахстане. Жители Германии с нового года начнут платить за газ в среднем на 112% больше, чем осенью 2021-го. Электроэнергия подорожает на 44%. Об этом свидетельствуют данные компании «Вэрэйвокс». Подорожание произойдет, несмотря на то, что цены на электричество и газ покрываются за счет федерального бюджета. В конце октября Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы сообщила, что европейские хранилища заполнены на 94%, в том числе хранилища в Германии на 97,5%. Однако, как отмечал Блумберг, если погода будет более холодной, чем обычно, в Германии такого объема хватит только на два месяца. Крупный бизнес начал восстанавливаться после шоков февраля и сентября. Об этом пишет коммерсант, ссылаясь на исследования консалтинговой компании «Яков и партнеры». Так, об улучшении положения в компаниях заявила почти половина опрошенных руководителей организаций с ежегодным оборотом более 1 миллиарда рублей. То, что ситуация станет легче в ближайшие полгода, ждут 48% опрошенных. Их лишь четверть полагает, что все станет только хуже. Результаты исследования показывают, что последствия СВО влияют на разные отрасли неравномерно. Из-за того, что главными вызовами для большого бизнеса стали внешнеторговые запреты, труднее всего сейчас представителям добывающих и обрабатывающих секторов. В то же время в банковской отрасли и телекоме настроения позитивные. Там влияние санкций либо не почувствовали, либо смогли быстрее к ним адаптироваться. Наши данные говорят о восстановлении некоторых отраслей после событий этой весны, а также отражают определенные негативные ожидания добывающих отраслей в связи с возможным снижением производственной активности в целом по миру. При этом российский бизнес успешно пережил первичный шок и оптимистично смотрит в будущее. Как утверждают авторы исследования, главный тренд уходящего 2022-го – смещение внимания большого бизнеса с популярных в последние годы тем экологии и ковида на вопросы, связанные с продолжением международной торговли и привлечением квалифицированных кадров. Чтобы привлечь иностранцев в Россию, Минэкономразвитие планирует создать банковскую карту туриста на основе платежной системы «Мир». Курировать проект будут Минэкономразвитие, Банк России, Минцифра, МВД и еще несколько ведомств. Дело в том, что после ухода с российского рынка зарубежных платежных систем иностранцы вынуждены ввести с собой только наличку. И это влечет как минимум две проблемы. Первое – отсутствие возможности снять с карты деньги для импульсивной покупки, и что для многих исключает шоппинг как элемент туризма. Ну и второе – невыгодный курс обмена рубля на иностранные валюты. Правительство продлевает программу инфраструктурных бюджетных кредитов на два года, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Программа доказала свою эффективность. Уже в следующем году по поручению главы государства дополнительно выделим еще 250 миллиардов рублей. Они станут направляться на финансирование транспортных и социальных проектов, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Расширение поддержки этой сферы дает свои результаты. Выражается это прежде всего в наращивании объемов строительства, и в том числе дорожного. Кабмин также выделит более 10 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог в Камчатском крае, Татарстане, Крыму и Новосибирске. Кроме того, стало известно о планах по наращиванию объемов выпуска автомобилей в России. В целевом сценарии с увеличенным объемом государственной поддержки рассчитываем уже на первом этапе до 2025 года выйти на более амбициозные показатели, а именно утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей. За счет этого нарастим свою долю на внутреннем рынке с 40 до 80% к 2030 году. И сегодня же президент АвтоВАЗа сообщил, что в 2024 году компания начнет серийное производство электромобиля Еларгус. Первую опытную партию электролады выпустят уже в следующем году. Роснефть выплатит до 16 февраля рекордные промежуточные дивиденды. Акционеры на внеочередном собрании приняли решение о выплате в размере 20 рублей 39 копеек на акцию. Суммарно это 216 миллиардов рублей из чистой прибыли, полученной по результатам работы за первое полугодие. В январе и июне Роснефть заработала 432 миллиарда рублей. Это исторический максимум. Это на 13% выше аналогичного результата прошлого года и почти в три раза выше чистой прибыли по итогам всего 2020. Кроме того, в сентябре Роснефть завершила выплату финальных дивидендов за 2021. На это ушло больше 250 миллиардов рублей. Суммарные дивиденды составили рекордные 441 миллиард рублей. Эти и другие новости из мира финансов вы всегда можете найти на YouTube-канале РБК Инвестиции. Заходите, подписывайтесь, лайкайте и обязательно комментируйте. До встречи!